Я прошу вас предъявить документы. Основание. Назовете основание, а законное основание. У вас отсутствуют регистрационные знаки на автомобиле. Давайте с кем-нибудь одним поговорим. Не с одним, а с двумя. Нет, с одним. У меня не две головы. Поэтому субординат, соблюдайте. Единственным источником власти и на... Документы передавайте. На каком основании? На основании закона о полиции. У вас регистрационные знаки и отсутствуют транспортные. Давайте проверим закон о полиции. Что там сказано? Давайте проверим. Что же там сказано в федеральном законе о полиции? Будьте добры, сошлитесь. Я вам уже назвал причину остановки. Нет, вы сказали... Я вам назвал причину остановки. Согласно федеральному закону о полиции. Мы с вами не будем сейчас сидеть и читать. Будем. Вы выполняете требования закона. Или под 19.3 хотите оформиться. Да что вы говорите? Вызывайте старшего. Давайте я пока приостановлю. Все правильно. Так. Вы почему без номеров управляете транспортным? Хочу потому что. Хочите так? Не хочу. Почему вы хочешь? Ну потому что я не хочу. Что значит не хочу? Ну вот так, понимаете? Я не хочу. Что вы не хотите? Управлять номерами. А это как так? Ну вот так. Без номеров можно? Конечно. А почему так? Ну потому что я не хочу, понимаете? Мои права являются высшей ценностью. Правильно? Вот. Мое право не хотеть. С номерами есть? Конечно. Чтобы что? Потому что. Чтобы что? А потому что. Чтобы что? Да не обязанным человеком объяснять. То есть у нас транспортное средство на вас? У меня нет транспортного средства. У меня есть автомобиль. Довожу до вашего сведения. Транспортным средством автомобиль становится в момент регистрации. А, то есть у вас автомобиль не регистрация в установленном порядке, да? В каком? В установленном порядке. Кем? МРЭО ГИБДД. А с чего взяли, что я с вашим МРЭО ГИБДД заключал какие-то договоры доверительного управления? Ну я еще не могу этого знать. Ну вот так. А я довожу до вашего сведения. А может, у вас еще по электронной ПТСки, вы поэтому ездите без номеров? А, быть может, вы насильник? Так. Так. Ну согласно вашей логике. А с чего? Быть может, вы. Ну у вас же есть чем насиловать, правильно? Так может быть вы насильник? Вы же со слагательным наклонением ко мне относитесь? Вы предполагаете что-то там. Ну вот смотрите. Вот что? Вам задали обыкновенный вопрос. А вы имеете вообще полномочия задавать вопросы ко мне? Конечно. Какие? Вы не знаете, понимаете? Какие полномочия? Товарищ сотрудник. Так. Как вам обращать? Я же уже сказал, мужчина, собственно, мимо Александра. Александр. Да. А отчество как у вас? Не важно. Ну не важно, хорошо. Александр. Да. Вы управляете транспортным средством. Я управляю автомобилем. Ну автомобилем управляете без рекс-знаков. Она установлена на то места, правильно? И? То есть основания сотрудника уже имеются. Никаких. Быть может, она у вас зарегистрирована? Еще раз быть может. Понимаете? Опять быть может. Это выявление. Еще раз. 664 приказ вам дать. Еще раз. Приказ касается только вас и лиц, управляющих транспортным средством. Он регламентирует. Я не лицо. Я не лицо. Я вам уже представился, кто я. Я не лицо. Я не лицо. Это не транспортное средство. То есть вы не физическое лицо. Нет, конечно. И это не является транспортным средством. Нет, конечно. А что это такое? Автомобиль, да? Это автомобиль, да. То есть автомобиль не оборудован двигателем внутреннего сгорания. Давайте мы не будем пускаться в пространственные размышления. Это не пространственные размышления. Я закончу. Вы мне вопрос задали, я отвечаю. Давайте не будем пускаться в пространственные объяснения по той простой причине, измышления, что вы отнимаете мой бесценный ресурс время. Я сейчас заключаю. Подождите. Я вам напоминаю о том, что каждый сотрудник полиции несет персональную ответственность за действие либо бездействие. Согласен. Сейчас я вам даю договор, вы его подписываете, и дальше мы с вами взаимодействуем. Хорошо? Договор? Конечно. Какой договор? А взаимодействие? Я вам на трудоустройство не устраиваю. А вот вы отнимаете мое время. Вы сотрудник частной структуры. Вы даже присягу с собой возите? Конечно. Вашу. Освежаем вам в памяти. Что вы обязаны делать? Вы у нас, получается, настолько заинтересованы в этом? Заинтересован. И специально без номеров ездите, чтобы вот так по полу не стоять. Нет, нет, нет. Уважаемый сотрудник полиции. Сотрудник полиции нет. Понимаете, в чем дело? Я понимаю, у вас хобби такое. Нет, знаете, закончу. Вопрос задали, я отвечаю. Вы, понимаете, вы привыкли служить, я не говорю работать, вы привыкли служить по накатанной. Но забываете, что вы присягали. А присяга? Почему вы решили, что мы забываем? Ну, потому что. Ну, почему вы решили? Ну, потому что я вам говорю, что... С вами как-то кто-то некорректно обращал. Да вы мое передвижение ограничили моих детей. Маленьких еще. Как сотрудник полиции вправе вас... Да не вправе вы просто так остановить человека. Что, значит, у вас номерает номера? Еще раз говорю, вы не вправе просто так остановить человека, отнимая его личное время, ограничивая передвижение. Это нарушение. Хотите сказать, федеральный закон... Еще раз говорю, это нарушение Конституции и вашей клятвы. Конституция не нарушается в этом случае, ни на секунду. Я только что сказал вам. Послушайте, это вы так интерпретируете. Нет, нет, нет. Нет, я довожу до вашего сведения еще раз, что Конституция... Вы гражданин СССР. Какой СССР? С чего вы взяли, что я гражданин СССР? С чего вы взяли, что я гражданин СССР? Да вы предполагаете. Опять предполагаете? А я предполагаю, что вы не просто педофил, а еще и зоофил. Я имею право предполагать так? А что вы меня оскорбляете, а? Называй меня гражданин. Нет, я предполагаю. Так это как оскорбляйте. А попытайтесь, обращайтесь в суд. Да я никуда не буду обращаться. Ну почему вы себя так ведете? Вы предполагаете, вы меня обвиняете. Предполагаю. Нет госномеров. И что? Куда они у вас делись? Вам вопрос задают. Да не хочу я регистрировать автомобиль. Почему? Ну потому что я не хочу. Потому что не хотите платить налоги? Нет, я не хочу заключать с вашей структурой договор длительного управления. Почему? Потому что я сам справляюсь. Так вы как гражданин обязаны. Я не гражданин. Вы не гражданин федерации? Нет, нет. А кто вы? Я человек. То есть вы гражданин СССР? Нет. А кто? Я человек, еще раз говорю. Я не гражданин вообще, в принципе. То есть гражданин СССР? Нет. А кто вы? Человек. Богом рожденный. Богом? Нет, нет. Ну вы, конечно, граждане СССР идут как богом рожденные, они представляются. И все. Я просто хочу понять, какой вы... Перед вами человек, субъект права. Человек норма, право человек, субъект права. Который в Конституции Российской Федерации точно прописан. Что человек, его права свободы являются высшей ценностью. Вот я реализую свои права. Я не желаю заключать с вашей организацией договор длительного управления в виде регистрации. Смотрите, случается дорожно-транспортное происшествие. И что вы будете делать? А вот когда случится, вот тогда и будем делать. А что вы будете делать? Вот когда случится... Вы мне просто объясните, что вы будете делать. Зачем? Я не намерен просвещать вас. То есть вы подставляете другого гражданина... Я не намерен вас просвещать, потому что я не доделен такими полномочиями. Понимаете, в чем дело? Ну как, заниматься всем такими юридической консультацией? Да, даже так. Я не хочу, потому что если даже был бы наделен, я, скорее всего, попытался бы от этого отписаться. А вот вы, напоминаю вам, вы давали клятву. А клятва, позвольте вам напомнить, это торжественная присяга, торжественное слово. Ну это в армии мы тоже делали. Там, как здесь, так и там, клятву даешь. Так что вам дозволяет нарушать вашу клятву? Мы ничего не нарушаем. Я вам только что показал. Конституцию. То, что вы показываете, я читал это. Подождите, подождите. Вот, смотрите, клянусь, при осуществлении полномочий сотрудников органов внутренних дел, уважаю, или вы не сотрудник органов внутренних дел. Я сотрудник. Замечательно. Но это орган внутренних дел? Да. Да. То есть уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Вот, смотрите. Так. Уважать. То есть... Правильно, ваши права и свободы уважаются. Закончу. Я закончу. Я закончу. Я закончу. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. И федеральные законы. То есть основополагающий момент, все-таки, является права и свободы человека и гражданина. Потом Конституция. Так вот, я прибегаю к Конституции, акцептирую, акцептирую. Не зря там написано и федеральные законы, а не или и все остальное. А вы интерпретируете просто... Зачем же вы передергиваете? Мы же смотрим по градации. Она же даже подчеркнута. Какая разница? Градации не градаются. Это вы подчеркнули. Это вы выделили. Вы тут даже каким-то фрамастером подчеркивали. Это я для вас подчеркнул. Ага. Давайте посмотрим федеральный закон о полиции. Давайте посмотрим. Все-таки, что же тут основополагающее? Вот. Правовую основу и деятельность полиции составляет Конституция Российской Федерации. То есть она основополагающая. Я закончу сейчас, а потом продолжим. Ладно? Пожалуйста, наберитесь терпения. Я же уделяю вам свое время. Так вот, Конституция Российской Федерации является основополагающим моментом. Потом идет общепризнанные принципы и нормы международного права. А мы знаем, что принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Так точно. Согласно статье 15 пункту 4. Так точно. То есть если же у нас возникает какой-то прецедент, то являются нормы международного права в приоритете. Даже Конституция уходит на второй план. Это если прецедент. А у нас уже прецедент. А у нас что тут? У нас прецедент, господа. То, что вы не гражданин. И он видеофиксируется. Я еще раз вам повторяю. Я гражданином не являюсь упомянутых вам республик, стран, еще там чего-то образований. Вы гражданин какой страны? Я не гражданин в принципе. То есть вы не имеете гражданства? Я не давал присягу никакой стране. То есть от российского гражданства вы отказались? Можно закончить. В соответствии с федеральным законом 62 о гражданстве Российской Федерации я не обращался ни в гражданство Российской Федерации, ни в какое другое. Понимаете в чем дело? И на это есть документ официальный, выданный МВД Российской Федерации. Поэтому дальше уже. Вот такой вот федеральный конститут закон находится только на самом последнем месте. И я вас призываю, как людей, которые давали присягу соблюдать конституцию Российской Федерации, опять же общепризнанные принципы и нормы международного права, держать в приоритете вот эти вот нормативы. И не нарушайте права и свободы человека. Никакие права не нарушаются. Ну как не нарушаются? Ни ваше, ни других граждан в данном случае. Ну каким образом? Я за граждан сейчас не говорю. Я говорю сейчас за права человека, товарищ лейтенант. Права человека тоже не нарушаются. Ну почему же не нарушаются? Просто вы решили, что вы выше. Нет, я не решил, что я выше. За шедерального федерального. И вы только ссылаетесь на конституцию. Хотя федеральный закон не противоречит конституции. Товарищ лейтенант, в федеральном законе сказано про граждан и лиц. Верно? Я еще раз вам говорю, гражданином я не являюсь. И вы хоть какой-то документ-то предоставьте. А зачем вам новый документ? Посмотреть, кто вы есть. Вдруг вы в розыске. А вдруг, еще раз говорю, вы нечто вообще такое несущественное, что вы даже не имеете права одевать эту форму. А вдруг? То есть я, скажем так, совсем сумасшедший, я еще с двумя детьми, сзади он, пристегнутыми, да? Находящиеся в розыске, да? Вот это вот все. То есть вы настолько заточены вот под это понимание, что нужно кого-то схватить, а не предупреждать. Я, кстати, хочу... Предупреждать, у нас сейчас, например, профилактика ведется. Замечательно. Так вот, ловите этих мерзавцев и наказывайте. А против которых вас, она правильная профилактика? А человек, его права и своды являются выше ценностей. Я вам напоминаю. Я человек, да. Вы обязаны признавать, защищать мои права. Я согласен. Вот и все. То есть вы у нас пользуетесь таким... Даже не знаю, как выразиться. Без лимитов на нарушение. Нарушение? А что я нарушил? У вас номера должны быть. Кто обязан их устанавливать? При регистрации. Кто обязан это делать? Гражданин российской федерации. Вот и все. Кем я не являюсь? Ну я же не знаю, гражданин или не гражданин. А, то есть вам документ уже показать? Покажите. И едьте дальше. Отлично. Ладно, хорошо. Товарищ лейтенант, специально для вас. Я иду вам навстречу. Я вам покажу, что моя персона, как и я, гражданином Российской Федерации, не является. Ну хорошо, давайте посмотрим. Вы сказали. Покажите документ. Отлично. Сейчас я сделаю. Специально для вас, товарищ лейтенант. Я еще, естественно, как вы, людей не встречал. Интересно пообщаться. Поговорить. Вот если бы мы встретились за чашкой чая в каком-нибудь кафе, вот располагает беседа, я, конечно, я просто езжу, у меня там сигнализация хреновая себя чувствует. Товарищ ждет. Сейчас я вам покажу, джентльмены. Товарищи полицейские. Более того, скажу, это имущество общины. Для вас. Итак, я вам вручаю документ для ознакомления из своих рук, в котором говорится, что персона, то есть выдан он Министерством юстиции, ой, Министерством внутренних дел, апостелирован Министерством, то есть что имеет ее международную легализацию. Вы же знаете, когда вы уже окончили высшее образование. Так вот, по имеющейся учетам в числе лиц, принятых гражданство Российской Федерации, вы не значитесь. Заявление о предъявлении гражданства Российской Федерации, то есть в основном порядке, не обращались. Управление не располагает сведениям о вашем выходе или в КССР. Понимаете, в чем дело? Вот эта персона, которой я владею, она не является гражданином Российской Федерации, не является гражданином Советского Союза. Так, но подскажите, пожалуйста, Александр Сергеевич. Нет, я вам просил обращаться ко мне Александра. Хорошо, прошу прощения. А как мы можем понять, что это... Это я? Да. Отлично, хороший вопрос. Позволите в руках подержать, я вам верну. Да, я, конечно, не сомневаюсь. Вы же вышивите императ, правильно. Взять и отобрать. Я вам покажу другой документ, выданный Российской Федерации, кто я, ладно? Товарищи, 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 молекулярно-генетическому зону. Да, да, да. Он также апостелирован, как вы понимаете. У вас это кровь, что ли, отпечаток? Да прямо. Нет, нет, нет. Это красный чернин. Так вот, специально для вас. Прочиньте слух, если нетрудно. Я без очков сейчас я снял их. Так. Позвольте. Это очень дорогой документ. Не волнуйтесь. Да не волнуйтесь. Подождите, я могу в отлично печать и отпечатать. Нет, кого фотографическое изображение? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Имущество. Все, поехали. Нужно на АДФ ехать. Отпускай гражданина. Кто? Товарищ лейтенант. Кого отпускай? А, ну не гражданина. Человека. Человека. Благодарю. Ну, теперь складывается небольшой пазл, правильно, товарищ лейтенанты? То есть, я вас не обманул нисколько. То есть, это тоже выдало Российской Федерации. Причем, это имеет правило Эстопеля, как вы понимаете, люди, получившие высшее образование. Три организации признали то, что я, это я. И я, на самом деле, не являюсь гражданином, либо каким-то там другим лицом. Я есть человек. Там исследования проведены специальные. Да, вот все, маркеры, пожалуйста. А самые ключевые, рачите ваше внимание, обращайте, что вот забор крови произведен у кого? Прочитайте это вот здесь. Вот, забор крови там произведен у кого? То есть, судебный медицинский эксперт точно определил, кто я. Предпоследняя страница, там фотография в момент забора крови. Предпоследняя, обратите внимание. Да, да, да. Там, а большая такая. Да, я увидел. Благодарю вам за компетентность. Александр, не смею вас более задерживать. Благодарю вам за компетентность. Всего вам доброго. Здоровья, долголетия, счастья, радости, достатка. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok